Приветище! Это паркинг-симулятор и мой бизнес на парковке. Добро пожаловать на мою мусорку и на мою процветающую автомобиле-стоянку. Настало время уже разобраться с этой мусоркой, потому что на заднем плане она чертовски меня бесит. Поэтому мы ее укатываем в асфальт. Вот просто так берем, укатываем и... и все, деньги кончились. Смотрим теперь туда. Вот это другое дело. Вот это красота и лысина башка. Здорово, близнецы, вы что-то третесь возле крутой тачки? Что-то замышляете, да? Что-то замышляете? Я же по глазам вижу. Короче, поскольку наступила ночь, мы сейчас ставим все вот эти вот навесы, а дальше устанавливаем фонари на них. Забираем осветительные приборы и идем их тестировать. Надеюсь, что они все-таки на навес вешаются, а иначе... а иначе... елки-палки. Куда ж их прилепить-то? Вот это я лоханулся! А, вот куда нас, столбы! Елки-палки! Ну вы, ребята, придумали, конечно. И толку, что они вот так вот сбоку светят? Мне вот тут вот освещение нужно. Хорошо, что их всего 4 штуки купил. Ровно на 4 столба. Но это разве освещение парковки? Это же издевательство! Ладно, черт с ней! У меня, короче, появился тут план по установке лавочек. Я хочу все здесь заставить вот так вот лавочками. Посмотреть, как будут у меня ходить тут пешеходы. Ну-ка. Вот он идет, вот он... А, вот сюда вот нужно лавочку поставить. Нет проблем, сейчас закажем еще одну. А пока лавочки едут, я предлагаю убрать вот эти кусты и поставить сюда другие, более крутые. Вот такенные. О-о-о, да, они тут прям вписываются. Оп-ля. Короче, кусты эти нельзя поставить впритык друг к другу. Обязательно должен быть какой-то промежуток. Меня так не устраивает. Чего-то вы меня огорчаете, ребят. Ну что это за щель для подсматривания, а? Ну, в любом случае, это выглядит как-то более приемлемо, нежели вот эти вот цветочки, да? Как вот эти вот толпицы, которые тут не могут разойтись, будут ходить. Еще сделаем вот так вот. Можно тут, кстати, лабиринт целый поставить. Реально. А, они просто сквозь лавочки ходят. Тьфу ты, ну ты. Убили всю интригу. А у меня в планах было тут лабиринт сделать, вот такой вот зигзагообразный, чтобы они по нему ходили. Но, как видишь, не прокатит. Опа. У нас, походу, ограбление. Но я занят расставлением лавочек. О, прикинь, отрабатывает охрана, прогнала его. Ну, как-то вот так вот. Да ничего так вроде шикарненько смотрится. Мужик, ты серьезно? Застрял. Да тут, блин, проехать можно, как нефиг делать. Да. Это сложности. Придется тебя дезинтегрировать. О, спасем мир. Переходим к нашим улучшенным кашпо. Посмотреть хоть, насколько они больше, а не прилично больше. Я думаю, что их лучше... А, и сюда их тоже не... Нет, их сюда можно поставить. Вот. Тогда здесь-то я их и поставлю. Им тут самое местечко, мне кажется. Вот. И засадить это все красивыми цветочками. Можно даже два воткнуть. Ну вот, красота же. Неописуемая. Короче, ковыряясь, я тут смотрю, что еще могу улучшить. И вижу стрелочку. Как я на нее раньше не обращал внимания. И тут хлыбыщ. Можно за 8 косарей улучшить свой офис. А можно сделать тротуары за 5 косарей. Надо бы поближе поднакопить. Тут еще и 50 лайков тебе за это отсыпят. Это прям вообще божественно. Значит, доделаем здесь тоже живое ограждение. Решил все-таки его и тут поставить. Пофиг на эту щель. С этим живым ограждением все смотрится получше. Здесь решил лавочку убрать. И поставить вот такие вот кашпо. И в конце тут тоже поставить. И потом снова лавочка. Огонь! Сюда туйки посажу. Они в этом кашпо прям идеально смотрятся. Красотень! Опа-опа-опа-опа-опа! Стоя-мба! Эй! Стоя-мба! Настало время прибрасться. А то я немножечко забил на это дело. И вся моя красота превращается в помойку. Мне интересно, сколько теперь платят за мою парковку? Покажите, покажите, покажите. 288 баксов! 300 баксов! Вообще я поднялся четко! Все, пятера у меня в кармане. Я пошел покупать тротуар. Тротуарчик куплен. Ай-яй-яй! Ты посмотри, какая красоти... Нифига себе! Я тротуарную плитку везде уложил, даже в городе! Ликуйте! А вы мне! Теперь у вас есть тротуарная плитка по всему городу. Даже вон там, ты посмотри! Мне вот интересно. Смотри, если я на своей территории выкидываю мусор, то это сразу минус 6 к репутации. А если я его выкину за пределы туда куда-нибудь? О, работает! 150 баксов сэкономлю на вывозе мусора. Автолюбители, это ваш город! И теперь этот город превратится в мусорку, потому что в мусорку вы превращаете мою парковку. Так что получайтесь! Настало время порисовать мальца. Ну, вот и все! И у меня тут уже первые засранцы запарковались. Изрисовать бы ему тачку баллончиком. Но так нельзя. Вот засранцы! И тут граффити нарисовали. И вот сейчас я его уберу, и у меня будет 4 лайка. Да! Я перешел на новый уровень. А это значит, что теперь я могу купить себе клинеров. Клинеры, клинеры, клинеры. Я покупаю вас. Все автоматически я вас заказываю. О, где же вы? Мои чистильщики! Мои уборщики! Клинеры! О, мешки с мусором так и валяются, да? Они так и будут валяются? Прикул! Я буду реально сюда все выкидывать. Я хочу посмотреть, как машины будут ездить через груду мешков с мусором. Чувак, а ты что тут стоишь? Ты намереваешься туда попасть, да? Так, а я не понял, а что у меня тут разве забора не было? Пошел вон отсюда! Надо забор здесь поставить. Заборчик по такому случаю заказать. А, ну еще, конечно же, проапгрейдить мой офис. Что я сейчас и делаю? Теперь иду в магазин. Смотри, у меня навесы новые появились. Обалдеть! Надо купить два таких. Дальше что? Охранные камеры появились! Видеокамеры! Новый забор! Ёлки-палки! Давай вот купим два заборчика таких вот. И все, деньги у меня кончились. По освещению у меня все это было. Новый автомат с едой. Как деньги раздобуду, обязательно куплю. Пока ждем до... О-о-о-о! Ёлки-палки, как у меня тут... У меня двери появились! У меня кровать нормальная! Еще часы! Ёлки-палы! Вот это апартаменты! Ничего себе! Мне бы еще склад расширить! Может быть, кстати, он расширился, не? О, да! Раньше вместимость была в 60 килограмм, а теперь 120. Пойду снаружи посмотрю, как это все выглядит. Как это... Ой-ой-ой, красота-то какая! Здесь строительные всякие штуки убрались и все, ну... Вот это я понимаю, не зря я бабки заплатил, не зря! Дверь тут, конечно же, надо закрыть. Мне показали, что клинеры пришли, но я их что-то не вижу. Где клинеры? Они, наверное, по парковке ходят, убираются. Смотрю, у меня почему-то дверь светится. А почему сверх... Дверь светится, наверное, потому что доставка приехала. Забираем, значит, это все добро и пошли устанавливать. Дверь, по-моему, сама по себе светится. Ну да, ну да, ну да. Значит, демонтируем вот это. Ставим теперь улучшенный навес. Нормальный, дрогущий. Вот это я понимаю. Месье, вы вовремя приехали. У вас как раз над машиной будет происходить замена навеса. Ну, слушай, вот это гораздо круче смотрится, чем вот эта вот бомжатская металлическая дырявая крыша. Дальше камера. Куда ее поставить можно? Где ее вообще воткнуть? Может, на въезде? Или в выезде? Или на дом куда-то? Странно. Ох, елки, а что? Ядрить колотить? От меня все ушли. Ладно, я сам буду деньги забирать. Так, подождите секундочку. Короче, у меня деньги закончились. Я их потратил бездумно. И от меня все рабочие ушли, потому что зарплату им платить нечем было. Авансом никому не заплатил, что ли? Работники. О, ну да, то есть портера нету. Охранник есть, клинера тоже нету. Поэтому его, кстати, не видно было, потому что денег у меня не было. Охранник-то молочек. Не ушел, как все остальные. Накопил денег, наконец-таки, на клинера. Поэтому покупаем его. Я, короче, решил, что я мусорку просто вычищу всю. Да и как бы, раз такие дела. Ага, четко. Ой. У нас там, походу, пробитие асфальта. Ну и вот это тоже мусорку. Блин, как хорошо, когда тебе не надо платить за мусор, за вывоз мусора. Это прямо роскошно. Подойди я к нему уже не смогу, поэтому если я тут засру, убрать я это все дело никак не смогу. О, пришел мальчик наш. Портер, где же ты был? Скотина. Я думал, ты на энтузиазме работаешь, а ты ради бабок здесь, да? Ну, раз он пришел, значит, ты клинер. Вот он, клинер ходит. Ёлки-палки, какой ты грязнющий. Ты что, с канализации вылез? Бородатый такой. Вон мешок мусора, смотри, подобрал, молочек. Вот этому чуваку стоит платить бабки. Хорошенечко тут убирайся. Блин, кстати, еще один минус уборщика. Это то, что... Что ты делаешь? Подметаешь асфальт? То, что он будет мусор выкидывать-то в мусорный бак. Надо ему на ушко шепнуть. Псс, псс, чувак, чувак. Мусор в мусорный бак не выкидывай, а то я за него 150 баксов буду платить, чтобы вывезли. Надо вон туда, вон на дорогу. Подальше, в город, короче. Понял? Куда ты пошел? А, он здесь убирается. Молодец, молодец. Сейчас я посмотрю, куда ты мусор выкинешь. Если что, я тебя буду штрафовать. Здорово, братюнь, здорово, братюнь. Хе-хе-хе, прошли, таки поздоровались. Слушай, ну он весь мусор убрал. Он молочек вообще. Куда ты его пихаешь только? В карманы себе, что ли? У нас тут новые декоративные штуки появились. Такая и вот такая. Ясен пень, что за косарь будет намного круче. Поэтому покупаем одну такую. Покупаем автомат с едой. И какого черта у меня там гудят? Что тут произошло? Все же нормально. Че вы? Возвращаясь к покупкам. Также кофе еще надо докупить. И, конечно же, забор. Четыре штуки. Все бабки тратить не буду, а то от меня все рабочие опять уйдут. Че вы все-таки по камерам? Куда ее шлюпнуть-то? Куда ее поставить можно? А, тут написано, они устанавливаются на бетонные колонны. Но я подходил, я пробовал. Че-то как-то... Нифига. Может быть, лампы надо убрать? Ну, давай одну уберем, попробуем. Почему бы и нет? Слушай, да нифига! Не ставятся они на колонны. Значит, привезли мне автомат. Поставлю я его рядышком с кофе. Во! Теперь его заправляем товаром. И, конечно же, кофе тоже заправляем. Ну, все. Теперь здесь будет срача капец просто. Возвращаясь к своему дырявому забору. Надо его подлатать. Значит, вот это мы убираем теперь вовсе. Я же купил крутой, навороченный забор. И начну его строительство именно отсюда. Ставим его сюда. Ух ты, елки-палки. Ничего себе. Вот это заборище. Вот это я понимаю. Нормалек. А вот этот старый. Его можно просто продать. За сколько я его, кстати, продам? Так, смотри. Вот у меня сейчас 300... Вот уже 3-400. Я продаю вот этот забор. 3-501. Ну, 50 баксов получается. А покупаю я его за сотку. Правильно же? Ну да. То есть 50% дисконта у меня на продажу. Старь я? Блин, до меня только сейчас дошло, что зря я продал старый забор. Его же можно было на новую территорию пустить. Елки-палки. Ну, ладно. Теперь я буду умнее. Собственно, и старые навесы я тоже не буду продавать. Я буду их просто переносить на новую парковку. Вот и все. Давай поставим наше новое кашпо. Хотя бы сюда я его сейчас выгружу. Но смотрится четко. Мне просто нужно место освободить в своих карманцах. А то я не могу старый навес забрать. Вот. И сюда шлепаем новенький. И повторяем процедуру. А старый навесы, собственно, сюда. Вот таким вот образом. А то за эту парковку платят всего 60 баксов. Смотри, чувак, пользуется автоматом. Он там даже что-то взял. Чипсики, чипсики. И куда же ты, засранец, выкинешь этот мусор, когда съешь чипсы? Надо за ним проследить. Вот он ест, хавает их. Пакетик у него в руках. Ну, конечно же, сюда. Чертов засранец. Гляну на мусорку. Здесь у меня есть что-нибудь? Нет, у меня здесь нет. Уборщик убирает все. Но куда, непонятно. Видимо, за это бабки я ему и плачу. Чувак, ты что? На стенке ничего нету. Все нормально. Или ты просто втыкаешь стенку, тебя прикалывает. А, нет, на самом деле он просто нашел самое загрязненное место и решил здесь постоянно тусоваться. Короче, решил я убрать везде этот старый забор, перенести его туда. И по мере возможностей своей буду покупать новый. Старый забор у нас начинается... Так, вон оттуда прям. Значит, придется его отсюда строить. Капец. Сколько деньжиш-то нужно потратить на это все. Ну вот и весь старый забор кончился. Теперь устанавливаем новиньё. Хм, прикольное название. Новиньё. Долой старые навесы. Сейчас буду оптом закупать новьё. Блин, ну это чисто еврейский подход. Я уже столько бабла сэкономил вот таким вот методом. То, что просто с одной парковки старьё перекидываю на другую, а там обновляюсь постепенно. В принципе, в реальной жизни так и делается бизнес. Нифига, ты слышишь этот звук? Чё за фигня? Такое ощущение, что где-то забор ломает. О, кстати, я тут забор не поменял. Короче, я кого-то спугнул. Вот этого дебила спугнул? Я его даже не заметил здесь, если честно. Так. Надо, короче, здесь забор убрать и поставить нормальный. Это что-то новенькое. Я не видел ни разу, чтобы они забор мне ломали. Ну что? Я думаю, что настало время покупать третью зону паркинга. Пойдём глянем, где же она открылась. А, вот прям вот здесь. Чёрт. Придётся забор ещё и тут доделать. Ну хорошо. Сперва его нужно доделать тут. Я совсем забыл про это кашпо. Надо бы его засадить чем-нибудь. Вот так-то лучше. Я думаю, достало это время. Расчищаем третью зону парковки. Ммм, какая огромная территория. Просто офигеть. Осталась последняя нерасчищенная, и скоро она будет моей. Предлагаю, короче, старым забором сейчас. Насколько хватит обнести новую территорию. Блин, мне чуть-чуть, совсем чуть-чуть не хватает, чтобы было пять лайков. В принципе, я знаю, как исправить эту ситуацию. Я сейчас заменю пару навесиков. И должно всё. Да! Пятый уровень! Ю-ху! Пойдём посмотрим, что там открылось. Итак, что же нам открылось? Ну, во-первых, мы можем улучшить ещё свой офис. Но надо для этого 16 тысяч баксов. Либо за десятку. Я могу ещё более улучшить тротуарную плитку. Но я думаю, что это слишком роскошно. У нас появился новый навес. Дальше. Охранный систем. О! Новый паркомат автоматический. 10 тысяч баксов стоит. То есть, по идее, мне не нужен будет парковщик, если я поставлю этот парковый автомат. Хочу. Очень хочу. По декору тут ничего нового. Кстати, я совсем забыл про вот эту лавочку. Надо будет их обновить. По еде у меня, походу, шаурмичная появилась. Гляди-ка. А, не это худогошная. Так, возвращаемся, значит, к паркомату этому. Покупаем, пускай везут. Приехала наша прелесть желтенькая. Надеюсь, она будет работать так, как я думаю. Так, этот старьём обыкедываем. И ставим сюда. Вот. Какой он аккуратненький, маленький. Боже ж ты мой. Значит, вот здесь вот должны. Да, тикет, билет. Чувак, я думаю, твои услуги больше мне не нужны. Пойду-ка я его уберу и проверю. Работник. Вот это убираем. Этот пускай доработает, потому что он плату всё равно уже взял. До двух ночи он доработает, потом уйдёт и как бы и всё. Смотри, что происходит. Паркомат денежку забрал, пропустил, закрыл. А тот чижик-пыжик сидит и вуз не дует. О, два часа ночи он пошёл домой. Всё, прощай. Он, короче, после установки шлагбаума просто сидел здесь и пропёрживал этот стул. Даже рукой не пошевелил, чтобы тут подойти, посмотреть что-то. Надо было сразу его уволить. Так, короче. Прикупил я, значит, хот-догашну. Поставлю её вот таким вот образом здесь. О! А, стой, подожди, я вместе с чуваком ставлю хот-догашну. Прикольно. Только надо развернуть тогда, получается. Вот таким вот образом. О, здорово, Васёк. Заправляем его хот-догами. И один хот-дог стоит у него 20 баксов. Недурно. Надо бы побольше хот-догов заказать. Поставлю здесь ещё новую лавочку. Вот таким вот образом. Всё равно туда никто не ходит. Нормально. Крови нет, пятен никаких преступлений тоже не видно, поэтому всё ок. Васёк, это чё такой бледный? Вроде хот-догами торгуешь. А какой-то бледный, нежирный. Прикинь, я наконец-то нашёл место, куда поставить эти чёртовы камеры видеонаблюдения. Они, короче, ставятся всё-таки на столбы, но вот сюда, только вот здесь. Это капец. О-о-о. А у меня тут срач из хот-догов теперь начался, да? Ну, уборщик непонятно, доедает их или убирает. Это, конечно, сложный вопрос. Да, я один хот-дог возьму и вот туда его кину. Городским этим жителям. Вот так вот, пускай теперь там валяется. О, доставочка моя приехала. У меня есть возможность открыть четвёртую зону для парковки. Пожалуй, этим я и займусь. Вся парковка у меня открыта. Осталось её как-то облагородить и всё. Хотя нифига. Вот тут ещё чёрный забор, смотри-ка, есть. Походу, это будет пропускной пункт, как вон там вот. Сюда можно будет тоже шлагбаум поставить, скорее всего. Дорога тут есть. Нет здесь дороги. А почему огорожено тогда? Нафига тут такой маленький кусочек земли? Забегаю я к себе такой домой. Поворачиваюсь. А у меня тут телек стоит, прикинь. И я могу здесь наблюдать за своей парковкой. Могу включить, могу выключить. А как повернуть камеру? Что-нибудь мне подскажет? Я хочу её повернуть. Что-то мне не нравится вид. Блин, нет, её не повернуть. Эх. Ну и толку теперь от этих навесов. Они же ведь весь вид перегораживают. Ни черта не видно из-за них. Но камеры установить повсюду придётся. Всё-таки это какая-никакая защита моих клиентов. О, ты это видишь? Там как бы нижней части здания нету. Ничего себе. Прикол. Но это капец. Нафига здесь? Нафига здесь три телека? Дальше будет четыре, пять, да? Можно же было просто каналы переключать. Или как бы сетку такую крестовую сделать. Тут камера, тут камера, тут и тут. Нет, мне нужен на каждую камеру отдельный телевизор. Обосраться просто. Какой-то ТВ-шный фетиш. Блин, капец. В магазине, конечно, очень мало товаров. Я всё открыл, всё поставил, всё увидел. Вот, конечно, ещё и навес последний, третьего уровня. И остаётся тупо просто качать парковку. Приехали! Два крутых навеса. Сейчас мы их поставим, посмотрим, каково они там смотрятся. О-о-о-о! Но это, конечно, козырный навес. Прям вообще капец. Я хочу на неё запрыгнуть, посмотреть, что там. Вот это я понимаю. Даже если бутылка сверху прилетит или камень, то машину защитит хорошо. Ну что, бабки жмут карманы. Надо бы улучшить свой офис. Ну и прикупить тротуарную плитку. А чтобы открыть второй уровень нашей парковки, нужно шесть лайков. У меня их... Ух ты, ёлки-палки. Даже сто лайков мне совсем чуть-чуть осталось. Но вот от этой роскоши у меня чуть губа не отвисло. Картины висят. Нифига себе, вот это я поднялся. Вот это да. Это в комнату мою, да? Ой, ёлки-палки. Красотичка ты какая! Шкафчики, ё-моё. Пойду на склад схожу. Ой, а склад-то какой-то. До сих пор у меня так и... Четыре полочки, да? Два стеллажа. Один такой, другой такой. И вот три полочки. Больше не расширяется. Почему-то ворота закрою. Ворота как были облезлые, старые, вонючие. Так они и есть. Пойду выйду на улицу, посмотрю, что снаружи. Ой, ёлки-палки. Типа смотри, тротуарная плитка-то. И как обычно, она тоже поменялась везде, да? По всему городу. Хотя нет, набрал. Только здесь. Только по моей парковке. Там всё как было, так и есть. Ясненько. Ну это же красотичка. Ну и куча мусора посреди дороги. Ай-яй-яй. Чувак, ты заценил мою плитку? Ну чё ты такой грустный? Кстати, у тебя, по-моему... Одна щека больше другой. По-моему, у тебя флюс. О, к тебе клиентка пришла. Чё будешь делать? Ммм, как интересно. Что ты там ворочишь, крутишь что-то в воздухе? Она уже от тебя ушла. А ты там всё крутишь, вертишь. Блин, знаешь, чё фигово, когда у тебя огромная парковка? Когда кто-то курочит тачку, ты шиш его найдёшь среди этой огромной кучи машин. Ну вот, он чё-то оторвал и куда-то побежал. О-о-о, стоять, стоять, стоять. Догоню его или нет? Он чё-то оторвал от тачки. Блин, ну всё, я его уже не догону. Скотина. О-ох, до шестого лайка мне осталось совсем чуть-чуть. И я уже запарился облагороживать свою территорию. Поэтому уже скупая всё подряд, денег давал. И просто вот так вот шлёпаю. И надеюсь, что лайк будет у меня. Уже бы как бы пора. Е-е-е-е! Шестой левел! Ништяк! Это можно тут раскидать просто вот так вот. И вот, кстати, вот это ещё интересно было. Куда это можно воткнуть? Вот сюда вроде бы. Что-то оно... О! О, кстати, неплохо смотрится. Прикольно. Надеюсь, мне хватит денег, чтобы купить... Ёлки-палки! 30 тысяч! А чё так много? Ну и в магазине там должно было открыться... О, вот это тот забор! Просто громадина! Давай две штуки закажем. Смотри, прикол! Телевизоры показывают старую картинку. Меня, походу, взломали. Хотя, по идее, вот этой стройки у меня уже давно нету как. Тут у меня парковка застроенная, тут тоже. А если его выключить и включить? Во! Вот это другой разговор, и тут тоже надо так же делать. Ну вот! И вообще, тут день, как бы сейчас на улице ночь, да? Странная ситуация. Поставлю две эти штуки здесь. Мой гарбл! Это похоже на какие-то тюремные ворота, честно, если сказать. Это намного приятнее, чем... Это от замка какого-то старина, ёлки-палки. А у меня уже почти 30 тысяч в кармане, и я бегу к компу. Пока добегу, тридцатка будет. Давай, парень, мне нужны твои бабки. Е-е-е! Всё, 30 тысяч. Итак, смотрим. Второй уровень нашей парковки. Как это будет всё выглядеть? Ёлки-палки, нифига себе. Вот это, да, кашпоник место стоит, конечно, но... Офигеть! Ещё и на втором яросе парковку надо рисовать вот так вот, да? И сюда будет заезжать машина. А погоди, там, получается, теперь и территория открыта. Тут вот тоже что это? А, ну тут вот, по лесенке спуститься можно. А тут у нас в конце тот самый заезд и съезд. Вот для чего... А, ну тут ещё до конца, смотри, всё равно не открыли. Тут вот ещё небольшой заборчик стоит. Хм, странно. Очень странно. Подземный паркинг будет. Ёлки-палки, нифига себе. Слушай, ну и нафига тогда я навес делал? Они теперь здесь вообще нафиг не сдались. Чё у тебя с восклицательным? Чё, чё, чё случилось? У тебя дверь стырили? Ооо, нифига. Я первый раз с таким столкнулся? Я даже не знаю. Надо заплатить ей 600 баксов. Нет, да ты постой, потуси, может ты сама уедешь? Не хочу я тебе платить 600 баксов. Ладно, ладно, я богатый, теперь перец у меня есть, крыша у нас головы. На, держи. Капец, бомжара дверь спёр. Вот скотина. Ну ладно, и чё дальше? Последняя вот эта вот штука осталась, её как-то надо открыть. И это будет подвал. Но он не так интересен, поэтому я думаю, что игра считается пройдена. На этом всё. Паркинг-симулетор закончен. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться, если ты ещё не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы с тобой увидимся. Так что до встречи в новом ролике. Увидимся.